В стране снят режим чрезвычайного положения. Какие ограничительные меры сохраняются и какой антикризисный план предложил президент страны Хасым Жамар Токаев. Об этом подробнее уже через несколько секунд расскажу вам я, Саня Якуб Жасарова. Центры обслуживания населения изменят формат работы. Об этом подробнее через несколько минут расскажу вам я, Дусултан Ибраев. 9 мая члены штаба добровольцев Акмолинской области вручили подарочные наборы фронтовикам и труженикам тыла. Подробности через несколько минут в материале Анны Бесенбаевой. Действие режима ЧП в стране завершилось. Тем не менее, карантин и ограничения в наиболее пострадавших регионах будут сохраняться. Президент страны на заседании Госкомиссии отметил, что ограничения будут постепенно сниматься по мере улучшения ситуации в каждом регионе. Казахстанцы ждали заседания Госкомиссии, так как на нем президент страны объявил о режиме ЧП и карантине после 11 мая. Глава государства отметил, что режим чрезвычайного положения сегодня завершен, но карантинные ограничения еще сохраняются. Блок посты пока действуют. Дальнейшая ситуация зависит от распространения коронавируса. Тем не менее, деятельность многих субъектов промышленности возобновилась. Уже сейчас более 1 миллиона человек вышли на работу, отметил президент. Следующая задача – преодолеть кризис. Так, комиссия по чрезвычайному положению в дальнейшем будет преобразована в комиссию по восстановлению экономического роста. Так как коронавирус стал серьезным ударом для мировой экономики. Более 400 миллионов предприятий по всему миру находятся на грани банкротства. Страна должна не допустить этого, а поддерживать бизнес. Глава государства также отметил, что особое внимание нужно улучшить. Но уделить обрабатывающей промышленности и сельскому хозяйству. Создать новую систему экономики. Социальная сфера также не должна остаться без внимания. На сегодняшний день списано 2 миллиона кредитов. Около 5 миллионов человек получили 42 500 тенге. Те, кто оплатил единый совокупный плачеж в размере 2651 тенге, за получение данного пособия не должны оставаться в тени, сказал президент. Условием получения новой социальной выплаты была уплата ЕСП – единого социального платежа. Более 40% ее получателей – люди, впервые выплатившие этот вид платежа. Это именно те граждане, которым нужна реальная государственная помощь. Их необходимо максимально вовлекать в экономику. Нельзя допустить, чтобы эти люди опять ушли в тень, остались один на один со своими проблемами. Особое внимание уделяется обеспечению населения доступным жильем. Президент поручил создать новую жилищную программу 5-10-20, такую как 7-20-25. Ее условия будут более выгодными. Для решения вопросов очередников я поручаю запустить новый проект по обеспечению кредитным жильем 5-10-20. На эти цели в рамках антикризисных средств мы направим 390 миллиардов тенге. В этом году запланированы рекордные объемы строительства в стране – 15 миллионов квадратных метров или 150 тысяч квартир и домов. А для успешной реализации подобных задач на рынке жилья до конца года будет создан от Басыбанк. Центр, создаваемый на базе Жилстройсбербанка, будет выполнять такие задачи, как распределение жилья, ведение учета. Кроме того, правительство должно немедленно принять одностороннее поручение президента относительно расходования части денег из пенсионного фонда на жилье. Ранее я давал такое поручение, но в связи с режимом чрезвычайного положения обсуждение затянулось, поэтому считаю, пора уже принять решение. Правительство должно определиться со своими подходами до 1 июля. Четвертое. Считаю, что во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода. Смысл прогрессивной шкалы в том, что граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня. После режима ЧП мы должны не только восстановиться, но и быть готовыми ко второй волне коронавируса, обозначено президентом. Им лично поручено создать совет по биологической безопасности. По всей видимости, COVID-19 и подобные ему вирусы не являются одноразовым явлением. Поэтому нам следует быть постоянно готовыми не только с практической, но и с научной точки зрения. Правительству, на мой взгляд, следует сформировать совет по биологической безопасности с привлечением авторитетных учёных, экспертов, ну и, конечно же, практиков. В заключение Касым Жумар-Тукаев затронул проблемы пострадавших от наводнения в Макта-Аральском районе. По его словам, до осени на месте разрушенных домов будут построены новые. Таким образом, глава государства определил семь направлений поддержки граждан и развития бизнеса. Правительство приступило к разработке комплексного плана решения поставленных задач. В дальнейшем он должен быть закреплён, а Кимы должны работать в рамках этого стратегического документа. В этом году ЕНТ будет проходить в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Яролы Тукжанов. В 168 специальных экзаменационных пунктах санитарные требования будут находиться под строгим контролем. Для того, чтобы выпускники находились на расстоянии друг от друга, будет ограничено количество учащихся, сдающих экзамен в одной аудитории. Последний звонок пройдёт 3-4 июня на территориях школ под открытым небом. Благодаря своевременно принятым конкретным мерам удалось взять под контроль распространение инфекции. Я хотел бы сказать, что рост заболеваемости снизился с 40-50%, до 5,3% за последние недели. С сегодняшнего дня в стране снят режим чрезвычайного положения, однако карантинные ограничения сохраняются. Для охраны здоровья населения повышение доходов и поддержки бизнеса было принято и реализовано около 500 решений. Карантинные ограничения сохраняются в каждом регионе страны. Где-то в большей степени, где-то в меньшей. Во внимание берётся количество заражённых коронавирусом и статистика по выздоровевшим. Смягчение будет проходить постепенно, а тем не менее многие запреты сняты. Возобновляется работа образовательных и спортивных центров, торговых точек, парков. Возобновляются пассажирские авиаперевозки. Транспортные сообщения между областями по-прежнему закрыты. Общественный транспорт начнёт работу частично. Порядка 50% госслужащих продолжат работу дистанционно. Важно ношение маски и соблюдение требований безопасности. Правительству дано поручение разработать конкретный план действий на случай второй волны эпидемии. Президент в своём заявлении подчеркнул, что казахстанцы должны научиться жить в новых реалиях. Правительству дано поручение до 1 июля разработать подходы по использованию пенсионных накоплений. До конца года на базе жилстрой Сбербанка будет создан от Басбанк. По городу Кокшетау запланирована реализация более 50 проектов. На эти цели выделено около 12 миллиардов тенге. В соответствии с этой программой будет направлять 50% от вновь создаваемых рабочих мест. Мощным стимулом развития экономики и роста занятости должно стать реализация программы 5, 10, 25. На что будут направлены более 390 миллиардов тенге с республиканских бюджетов. Реализация программы позволит многим нашим жителям улучшить свои жилищные вопросы. В стране будут увеличены темпы строительства доступного жилья. Запланированы рекордные цифры – 150 тысяч квартир. Общение между бизнесом и государством станет бесконтактным. Президент отметил, что сейчас важно придать новый импульс всем процессам оцифровки экономики и общества. При этом благосостояние граждан во главе угла. Риск рецидива пандемии напрямую связан с соблюдением мер предосторожности. Об этом заявила главный санитарный врач Акмолинской области Айна Гульмусина. Во время очередного брифинга объявлено расписание общественного транспорта, работы магазинов, объектов обслуживания населения, детских садов. На сегодняшний день более 20 тысяч жителей области прошли тестирование на коронавирус. По результатам исследования 110 человек оказались зараженными. 96 из них зарегистрированы в Целиноградском районе. На прошлой неделе распространенность вируса в регионе составила 1,3%. В целом этот показатель остается ниже 3%. Это свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации в Акмолинской области. Вирус у нас циркулирует и идет регистрация случаев. Соблюдение этих требований, они должны быть элементом повседневной нашей жизни. И если мы не будем соблюдать требования, то можно получить повторную вспышку заболеваемости, рост заболеваемости. Так как вирусная инфекция, она характерна сезонным подъемом, то осенью ожидается также подъем заболеваемости. 70 контрольно-пропускных пунктов продолжают работать в регионе. Жители, посещающие населенные пункты, должны получать разрешение по системам Колдау и Сергек. Хотя чрезвычайное положение было отменено, карантинные меры будут сохранены. То есть население должно полностью соблюдать санитарные требования. Как отмечают эксперты, пик заболеваемости в Казахстане окончательно не пройден. К сожалению, сохраняется ряд регионов, где сейчас фиксируется рост. На случай вспышки инфекции в медорганизациях имеется достаточное количество дезинфицирующих средств, одноразовых перчаток, лекарственных препаратов, оборудование. Ожидается, что детские сады откроются в ближайшее время. В дошкольных образовательных учреждениях полностью будут соблюдены меры дезинфекции и карантинные требования. Количество детей в группе не должно превышать 15 человек. Отныне магазины площадью до 2000 квадратных метров будут открыты до 18.00. Начнут свою работу и спортивные, культурные объекты, центры общественного обслуживания. Расстояние между посетителями должно составлять не менее двух метров. Жамал Габдулина, Огамбекуна Арбекула, Василий Вережников, Алмас Адвакасов, Кухщи, Ахпарат. С 12 мая в регионе возобновится работа общественного транспорта. Из 130 автобусов 70 продолжат свою работу завтра. При этом владельцы общественного транспорта и водители должны строго соблюдать санитарные требования. Возобновляется движение общественного транспорта. Режим работы у нас будет с 7 утра до 20.00. Все водители Кокшитауского автобусного парка моют автобусы и проводят дезинфекционные мероприятия. Это главное требование. А со вторника водитель автобуса по прибытию к конечной остановке должен провести полную санитарную обработку. В каждом автобусе у нас будут дезинфицирующие средства. Водители будут в масках, будут работать в перчатках. Кондукторы также в перчатках, масках. Инструктаж дополнительный проведен с ними. И сегодня еще наши работники, которые будут выезжать на линию, будут сдавать тесты. Пассажиры, которые будут находиться в салоне автобусов, должны придерживаться требований на расстоянии одного метра друг от друга находиться. Список казахстанцев, имеющих право претендовать на возмещение платежей за коммунальные услуги, расширен. Теперь получить льготные средства могут члены семьи, совместно проживающие с определенными категориями лиц. На погашение коммунального долга за апрель-май правительство выделило около 50 миллиардов тенге. Свыше полтора миллиона казахстанских граждан получили поддержку. В Кокшетау такие льготы получат 11 446 человек. Лица, попадающие под определенные категории, могут подать заявку через электронный портал. Можно также обратиться в отдел координации занятостей социальных программ. В настоящее время принимаются заявки. Однако данные изменения еще не были внесены в Кокшетау. С 11 мая после получения счетов люди начинают обращаться к нам. Заявки отправляем в коммунальное учреждение. Реальные потребители увидят эти суммы в середине июня. Изменения и дополнения к нам еще не поступили. Для тех, кто по предыдущему положению входит в данную категорию, должен иметь отдельный коммунальный счет. Теперь центры обслуживания населения оказывают государственные услуги по предварительной записи, даже после карантина. Также изменится и формат их оказания. Электронные услуги можно будет получить только в онлайн формате через портал электронного правительства. Согласно нового формата, теперь в отделах обслуживания населения правительства для граждан можно будет получать только бумажные услуги и результаты госуслуг, оформленных онлайн. Более того, их получение будет возможно только по предварительной броне. Без записи услуги оказываться не будут. Чтобы получить государственную услугу на бумажном носителе, нужно будет забронировать очередь через портал электронного правительства ЕГОВ, либо позвонить на колл-центр 1414. Что касается электронных услуг, электронные услуги наши граждане могут получать самостоятельно. На сегодняшний день онлайн можно получать электронную цифровую подпись через ЕГОВ и через электронную цифровую подпись получать все государственные услуги. Также есть приложения различные, сервисы, через которые можно получать электронные услуги. К слову исключения, в получении электронных услуг составят три категории граждан. Пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями. Для них будет работать льготное окно в каждом фронт-офисе. Но им также будет необходимо заранее бронировать свое посещение в ЦОН. Стоит отметить, что такие изменения не коснутся отделов, расположенных в районных центрах и сельской местности. Госуслуги там будут оказаться в привычном формате. Марсултан Ибраев, Баужан Смогулов, Жахангер Мукамбетов, Кокщаях, Парад. Работы по ремонту дорог продолжаются в селе Красный Яр. Населенный пункт вошел в число перспективных сельских территорий по программе «Аул Ельбесега». Это значит, что села обретут второе дыхание, решатся многолетние коммунальные проблемы. Основной задачей проекта «Аул Ельбесега» является улучшение качества жизни в селе. Это развитие социально-инженерной инфраструктуры, обеспечение доступности населения социальных благ и создание комфортной среды проживания. В рамках проекта «Аул Ельбесега» из республиканских бюджетов в этом году выделено для нашего округа порядка полтора миллиарда тенге. В рамках данного проекта будут реализовываться еще шесть проектов. Это четыре проекта по среднему ремонту дорог, один проект по капитальному ремонту здания ДК Кокщи, и шестой проект – это проведение тепловых сетей от новой котельной по улицам нашего округа. Запланированные работы начались с 5 апреля. Уже проведена планировка бульдозером уплотнения грунтом-катками на площади 100 тысяч квадратных метров. Также на 50% завершено покрытие щебеночным материалом 79 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Это предварительная работа перед асфальтобетонным покрытием. На сегодняшний день порядка уже 6-7 улиц готовы под асфальт. Отфрезерованные улицы, которые должны были снять от старого асфальта. Сроки у нас есть. Вообще по договору до сентября у нас планируем, конечно, раньше закончить. Уже на следующей неделе, возможно, даже в конце этой недели уже начнем асфальт ложить. Заключен договор с Республиканским центром качества дорожных активов. Весь материал проверяется в лабораторных условиях. Заключен договор с Национальным центром экспертизы Комитетом контроля качества и услуг Акмолинской области. В целом по Красному Яру ремонту подлежат 24 улицы и один микрорайон Нурлыкош. Общая протяженность их составила 25 километров. К ремонту привлечено 13 единиц техники и 25 специалистов. Планируемый объем будет завершен 31 августа. Рамиль Дусмон, Василий Вережников, Жахангер Макамбетов, Кокщайк, Парад. Электронная биржа труда становится эффективным инструментом трудоустройства студентов. Сегодня через этот онлайн-ресурс студенты могут напрямую общаться с работодателями и получать необходимую информацию. Этот процесс хорошо отработан в Кокшеталском госуниверситете имени Шоканова-Леханова. Электронная биржа труда – это цифровой портал, созданный для помощи в трудоустройстве. Кокшеталский государственный университет имени Шоканова-Леханова мониторит регистрацию будущих специалистов на этом портале. В этом году 785 выпускников закончат университет. Для них этот портал открыл новые возможности. Например, можно подписать контракт с работодателем онлайн. К слову, Кокшеталский государственный университет ежегодно организует ярмарку вакансий для своих выпускников. В этом году эта традиция сохранится, но только в режиме онлайн. Портал предоставляет широкие возможности для наших студентов. Они могут общаться напрямую с работодателями, не выходя из собственного дома. Работодатель также может пообщаться в чате с нужным вам специалистом и выбрать квалифицированного работника. Преподаватели университета призывают местных предпринимателей зарегистрироваться на портале занятости «Инбек», предоставлять информацию о вакансиях и проявлять активность. Стоит отметить, что в прошлом году уровень занятости выпускников вузов составил 85%. В этом году ожидается увеличение этого показателя за счет работы порталом. В целом, портал электронной биржи труда «Республиканский» здесь могут зарегистрироваться как работодатели, так и соискатели. Таким образом, легче наладить обратную связь. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в Акмолинской области остается стабильной, но все же есть факты по новым случаям заболеваниям. Так, за четыре месяца текущего года в регионе выявлено 42 факта. Ежегодно, третье воскресенье мая, отмечается как Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа. Медики говорят, что сейчас важно привлечь внимание мировой общественности к проблемам инфицированных, а также довести до масс методы профилактики. К слову, на сегодняшний день 735 Акмолинцев живут с ВИЧ-инфекцией. За первый квартал 2020 года выявлено было 42 больных. Все они, выявленные больные, берутся на учет и получают бесплатное лечение за счет государства. Получают новые препараты. В этом году наши больные улучшили свое здоровье благодаря новым препаратам. Я, как уже отметил, все препараты от ВИЧ-инфекции очень дорогостоящие. Наши больные получают за счет государства бесплатно медицины. К слову, за аналогичный период прошлого года выявлено 45 случаев инфицирования. В текущем году отмечается рост фактов, когда заболевание передано половым путем. В целом, врачи говорят, что болезнь вышла за пределы так называемых групп риска и имеет распространение среди населения. Президент Касым Жамар Токаев подписал закон о ветеранах 6 мая. Новые меры предусматривают социальную поддержку. Акмолинцы поделили своим мнением касательно нововведений. Герою социалистического труда Есельбаю Кадыралина уже за 70. Любовь к труду у него еще с детства. Аксакал отмечает, для каждого работника важно, чтобы его труд уважали и ценили. Мы благодарим нашего президента. На самом деле, этот вопрос был поднят еще в 70-х годах. Я также задал этот вопрос министру труда Тамаре Дюсейновой. Она ответила, что его подпишут к 75-летию. Так и получилось. По новому законопроекту устанавливаются следующие категории ветеранов. Первая – фронтовики. И вторая – ветераны боевых действий на территории других государств. При этом сохранятся все действующие льготы и пособия. В рамках закона о ветеранах определены пять социально защищаемых категорий ветеранов. Это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств. Ветераны, приравненные по льготам и гарантиям к ветеранам Великой Отечественной войны. Ветераны труда и другие категории лиц, на которых распространяется действие закона. Для вновь вводимой категории установлено специальное государственное пособие в размере 4,8 МРП. Или это получается 13 334 тенге. Помимо специального государственного пособия, данным лицам будут предоставлены все права и гарантии, действующие для военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане. В том числе по постановке в очередь на жилье, по налогообложению, героям социалистического труда также будут повышенные пособия до 138,63 МРП. Это получается где-то свыше 385 тысяч тенге. Закон предусматривает статус социально защищенных категорий ветеранов. Для реализации всех пунктов этого закона правительство ежегодно выделяет дополнительно 2 миллиарда тенге. В результате в этом году охват мерами государственной поддержки ветеранов в Казахстане увеличился с 169 тысяч до 180 тысяч человек. Весь мир отметил День Победы. Однако помощь от государства не только продолжает поступать фронтовикам. Так, за прошедшую неделю волонтеры при поддержке фонда Самру Казана Траст посетили порядка 40 человек. Мархаба Искакова – труженица тыла, отличник просвещения Казахской ССР. 50 лет посвятила образованию. Как учитель начальных классов она начинала свою деятельность по распределению в Зеринде. Там же вышла замуж. Они с папой прожили 52 года, рассказывает ее старшая дочь. Сегодня Мархаба – апа счастливая бабушка. Она как детство вспоминает. У них детство, конечно, было очень сложное, голодное. Помогали. И в то время она еще в сельском местности, как я говорила, в Мавлитке жила. Она рассказывала, что ходили на поле, колоски собирали. Когда уборка была, собирали воинам на фронт, отправляли в зале варежки, носочки. До сих пор она даже вспоминает, говорит, что всегда хотели кушать. У нее такое в памяти осталось, что голодное детство. Все равно это было, сказалась война. Кукшатаусские волонтеры после беседы с Мархаба – апа направились дальше. Они раздавали семьям ветеранов. Продуктовые наборы, ящики с продовольствием, весом почти в 18 килограммов, дошли до каждого адресата. Порядка 40 семей в списках у послов доброй воли. Вот этот проект, ЖИНС, она будет продолжаться на протяжении года. Мы будем делать систематические четыре рейда. В каждом рейде будет плюс-минус по 40 человек. На данный момент мы объехали уже 29 человек. В продуктовый набор у нас входят продукты первой необходимости. Получаются зубные пасты, масло посолнечное, макароны, рис, гречка. Отметим, что волонтеры от Самрук Казана Траст активизировали свою деятельность пока в двух городах Казахстана – в Кукшатау и Петропавловске. Жамал Кабдулина, Павел Соловьев, Жахагир Мухамбетов, Кукши, Ахпарат. Из Акволинской области жителям Акта-Аральского района Туркестанской области пострадавшим от наводнения была направлена первая партия гуманитарной помощи. Местные жители и предприниматели также приняли участие в благотворительной акции и за три дня собрали и отправили более трех с половиной тонн продуктов питания, одежды и других бытовых предметов. Это первая партия гуманитарной помощи, которая отправлена в Макта-Аральский район. Кроме того, открыт специальный счет для сбора финансовых средств. Агитационная работа ведется в социальных сетях. От жителей города Казахстана в Макта-Аральский район Туркестанской области было направлено две газели средств первой необходимости. Хорошей дороги. Мы с вами. Также мечеть имени Науан Хазрета вышла с инициативой благотворительной акции «Помощь Макта-Аралу». В рамках данного мероприятия жители города и области собрали один миллион тенге. Сборы финансовых средств в помощь пострадавшим от наводнения продолжаются. Нас, жители Акмольской области, очень взволновала новость о наводнении. Мы готовы всячески помочь жителям Макта-Аральского района. Сбор благотворительных средств продолжится до 14 мая. В этот же день все собранные средства будут перечислены на счет мечети Туркестанской области. Напомним, 1 мая текущего года в результате аварии Сардабинского водохранилища в Узбекистане произошло подтопление пяти населенных пунктов Макта-Аральского района Туркестанской области. В результате данной аварии водохранилище пострадало более одной тысячи домов. Жители эвакуированы в безопасные места. В настоящее время ситуация в районе стабилизируется, а безопасность населения Макта-Аральского района находится под пристальным контролем государства. Чингижусупов, Абзал Болтабаев, Жамбал Болтаев, Кукщаях Парад. 9 мая члены штаба добровольцев Акмолинской области вручили фронтовикам и труженькам тыла праздничные наборы. Они также передали юбилейные медали, которые получены из Российской Федерации. Из России в Кукшетау было отправлено полторы тысячи юбилейных медалей к 75-летию Великой Победы. Они сегодня красуются на груди фронтовиков, тружеников тыла и людей, которых в народе называют дети войны. Первые 240 медалей раздали члены штаба добровольцев. В праздничный день команда посетила труженицу тыла Елену Козлову. Ей сейчас 90 лет. Спасибо, что не забываете нас, что пришли нас поздравить. Мы заработали, девчата, мы войну такую прошли, тяжелую. Но спасибо, что все благополучно получилось и спасибо, что вы нас не забываете. Наша страна живет в мире, под чистым мирным небом. И за это огромная благодарность участникам Отечественной войны, но не менее мы благодарны и тем людям, которые работали в тылу, детям войны, которые помогали своим матерям, делали снаряды для фронта, убирали урожай в полях. Штаб добровольцев Акмолинской области ведет активную работу. На сегодня в него входят 14 организаций. Во время карантина они также развозили горячее питание, проявляли заботу о пожилых. Анель Бесинбаева, Бауран Самогулов, Абай Толя Генков, ЧАК Парад. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин